Всем привет! Сегодня у нас будет небольшая распаковка. И самое интересное в этой распаковке будет вот такая вот машинка из серии Watch Cars. Это часы, в которых находится небольшая машинка, которую мы можем управлять с помощью часов либо кнопочками, либо просто направляя в нужную сторону руку. Об этом, обо всем я расскажу немножко позже, но сейчас я хотел бы порекомендовать вам один интересный канал. Канал не нашей тематики, но мне показался интересным. Называется Чисто Пермские, где семейная пара из Перми рассказывает про свою жизнь. Там вы найдете интересные советы, лайфхаки для беременных, а также интересные моменты из тату-индустрии, так как автор канала Тату Мать. Так что смело подписываемся, я думаю будет интересно. Ссылка на канал в описании к видео. Сегодня будет у нас небольшая распаковка. Совсем мало предметов пришло. Сейчас что-то медленно все идет или я мало покупать стал. Давайте посмотрим, что же нам пришло. Вот эти вот три штучки пришли в одной посылке. Это я покупал, по-моему, в магазине Дресс Лили или Георбест. Я не помню, наверное, все-таки Георбест. Ну, давайте посмотрим, что же это пришло. Вот это из корпорации Монстров. Не помню, как его звали. Здесь у нас кепочка, она двигается. То есть, я так подозреваю, если снять колечко, то кепку можно снять полностью будет. Но он у нас говорит «I love you» и подсвечивает. Такой брелочек на ключи. Еще один брелочек. Вот такой пингвин. Как оказалось, не брелочек. Это просто пищалка. Вот такой вот красивый, симпатичный пингвинчик. Откладываем. Далее у нас вот такая вот штука. G-Shock. Я не знаю. То есть, мне, если честно, сыкат. Надо же ее проверять. Якобы мы должны дать кому-то, типа, открыть. И оно должно биться током. Или как-то так. Наверное, здесь тоже какой-то есть предохранитель. Не работает почему-то. Наверное, вот здесь надо металл держать. Один болтик. Ну, давайте разберем, посмотрим, почему не работает. А! Ударило. Все-таки, да, действительно, нужно было зажать, я так понимаю, или держаться контакт за этот брелочек. Так не бьет. В общем, в этой игрушке, с обратной стороны, вот здесь один болтик, и здесь второй. Под вот такой вот наклеечкой Audi он был. Мы их откручиваем, разбираем, и видим вот такую вот схему. И причем здесь вот кнопка, она довольно-таки сильно заржавела. Ну, вот эта кнопка почему-то не работает. И бьет, она током замыкает как-то через раз. В общем, вот такая вот игрушка, но она оказалась не рабочая. И я попробую зачистить контакты, может, она все-таки заработает. Питается от четырех батареек LR41. В общем, я его собрал, пару раз меня шарахнуло во время сборки. Но потом, вот, фонарь то работает, то не работает. И кнопка, вот эта вот, она пару раз ударила меня так, ну, я бы не сказал, что там больно или еще что-то. Как-то она полежит, потом ударит. Видать, конденсатору нужно набрать. Вот, сейчас только что немножко щелкнуло, но совсем чуть-чуть. Вот, и фонарик, вот, то работает, то не работает. Вкладываем, неинтересная штука, надоело мне. Дальше, дальше давайте посмотрим на браслет. Это браслет для Mi Band 2, металлический. Брал я его по акции в магазине Dress Lily. Качество офигенное, два с чем-то доллара он стоил. Ну, круто сделано. Металлический весь, давайте посмотрим, как работает защелка. Ага, вот. Кучок цепляем и потом защелкиваем. Для того, чтобы нам отрегулировать его, нужно поднять вот здесь, вот эту вот штучку. И тогда мы можем переместить, куда нам необходимо. Переместили, защелкнули, то есть, как нам нужно. И потом можно застегивать. Ой, не так. Вот, зацепили и застегнули. Прикольно. И давайте посмотрим вот эти вот пластиковые провставки. Они из резины сделаны для того, чтобы можно было удобно вставлять Mi Band 2. Вставляется он снизу отсюда, вот, чтобы он хорошо соединялся. Ну, вроде все симпатично, круто сделано. Два с чем-то доллара покупал по распродаже в магазине Dress Lily, по-моему. Ну, ссылка будет в описании. Откладываем. Далее, последние три штучки у нас осталось товара. Вот этот вот медвежонок, он из магазина Алиэкспресс за 48 центов покупался. Вот такой вот симпатичный брелочек медвежонка. Привет, всем привет! В общем, такой прикольный, мягкий на ощупь. Вот, на портфель куда-нибудь девочке на рюкзак повесить. В общем, интересная вещь. Откладываем. Далее, вот это вот лейкопластыри покупал я их для ребенка, потому что, ну, мальчик все-таки, бывает, часто там порежет, поцарапается и так далее, чтобы веселее было, в общем, заклеивать лейкопластырем. Я уже один раз покупал на GD, думал, там были с котами, Том и Джерри. И думал, придут тоже с нанесенными на самом пластыре. Но они пришли обычные. На упаковке был нарисован Том и Джерри, но сами пластыри были вполне обычные. Вот в такой вот баночке с жирафиками не идут. Покупались на GD. Я не помню цену, ссылка будет в описании. Смотрите, какая красота. В общем, интересно, они все разного цвета. О, еще бумажечка здесь какая-то. Деопласт на английском, остальное все на китайском, поэтому нам это не нужно. В общем, смотрим. Все они, получается, одинаковые. Да, раз, два, десять листов по пять пластырей. То есть, итого пятьдесят пластырей. Ну и давайте один откроем, посмотрим на него более детально. Вот как его тут раскрывать. Вот, раскрыли. Да, и это у нас нанесен рисунок на самом пластыре. И это именно то, что я хотел. То есть, мы ребенку можем взять вот так, хоп, приклеить. И это крутые собачки у него будут на... У меня как раз рана на пальце. Давайте я ее залеплю вот так красиво. И продолжим уже с ней. Вот такой вот пластырь красивый. Круто, круто, круто. Очень круто в пластыре. Именно то, что я хотел, именно для мальчика вообще будет супер. Подойдет. И, наверное, придется заказать еще. Если будет распродажа, надо проверить. Если распродажа действует, закажу еще такую баночку. Потому что они очень прикольные. И липнут хорошо такие пластыри. Ну, у нас дорого они продаются. Я уверен, что банка этих пластырей намного дешевле выйдет, чем у нас их покупать. Они в такой металлической банке, которую можно потом использовать еще куда-то. В общем, ну, круто. Далее. Последнее, что я хотел посмотреть. Это вот Watch Cards называется. То есть, часы. В них машинка. Сейчас есть такой мультик. Очень хорошего качества. Я давно ребенок смотрел. И я посмотрел. Это действительно классное качество было. Из именно самого мультика. Ему очень нравится этот мультик. Поэтому я ему купил. Посмотрел на GearBest. Нашел Watch Cards. Без каких-либо скидок. Без ничего. Я посмотрел. Там было вот это вот, по-моему, один осталось модель. И синего цвета две. Или нет. Синего. Наоборот. Вот этих было зеленых несколько. А синего цвета всего две штуки было. И я заказал и того, и того. По одной модельке. По-моему, по 9 долларов они были. Давайте откроем и посмотрим, что же это. И с чем его единочка написана от 6 лет с зарядкой от USB. Итак, мы смотрим коробку. Еще раз посмотрим на коробку. Вот так она выглядит. Ну, симпатичная коробка. На английском все. 2,4 Гц. Здесь технические характеристики. Откладываем. Далее у нас здесь внутри еще есть выпала вот инструкция. Инструкция, куда вставлять батарейки. То есть, я так понимаю, вот в эту штуку еще нужно батарейки вставить. Как заряжать и так далее. То есть, какие механизмы. Здесь все на английском языке. Все у нас. И внутри у нас китайский язык. То есть, с наружной стороны у нас английский. И внутри китайский. Откладываем инструкцию. И давайте смотреть дальше. К коробке. Смотрите, этот ватчкарс. Они прикреплены к коробке. И с обратной стороны рифления. Для того, чтобы достать их. Достать все из коробки. Так, аккуратнее. Чтобы потом можно было обратно упаковать. Чтобы презентовать ребенку. Вот. Вот так смотрим. Ого, будильник какой. Сама машинка. И зарядка. Зарядка, кстати. В вертолетах часто такие зарядки кладут. Но вот такой вот ход. Он у меня, смотрите. Он еще такой необычный. Не-не-не-не. Неровный. То есть, либо это какой-то брак этого пластика. Либо специально так сделано. Давайте посмотрим, куда оно. Да, вот. Да, это скорее всего брак пластика. То есть, неровности. Ну, воткнулась. Ладно, сейчас ставим на зарядку. Давайте посмотрим на саму машинку. Машинка вот такая вот маленькая. Здесь у нас какое-то что-то, что-то, что-то. В общем, круто. Машинки поворачиваются колеса. И можно этот. Я так понимаю, управлять машинкой полностью можно с часов. Итак, немного подзарядил автомобиль. Красный диодик здесь внутри загорается, когда он заряжается. Смотрим. Пульт управления такой массивный достаточно. И на детской руке будет выглядеть очень круто. То есть, ну, так массивно и серьезно. И слева, точнее справа у нас есть кнопка открытия этого окошка. И таятся от двух мини пальчиковых батарейках. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что здесь есть два режима у пульта. То есть, управление, да. То есть, мы можем управлять машинками влево-вправо. И гравити сенсор. Что такое гравити сенсор, я пока не знаю. Но сейчас все протестируем. Итак, достали бумажечку, которая здесь с заглушечкой. И внутри мы имеем выемки для автомобиля. Причем, вот, становится автомобиль круто так. Вот. Сейчас у нас режим RC. Резиновый ремешок. Здесь у нас кнопочка. Кнопочка пластиковая. Вот. Ну, очень круто все сделано. То есть, я пока денег не жалею, которые потратил на него. Итак, мы открываем. И что мы смотрим? Ничего мы не смотрим, потому что его нужно достать, чтобы управлять. А ну, давайте попробуем режим гравити. Я не знаю, что это такое. Но давайте попробуем его. Так. Мы закрыли. Оп. Открыли. И ничего не происходит. Опять же. Давайте достанем его. То есть, наверное, нужно его доставать самому. И нажимаем. Режим гравити вот какой-то странный. То есть, мы нажимаем. Ой. Ой. А, управлять это самим пультом можно управлять. Ух ты. И это надо натренироваться. Когда мы держим ровно, мы никуда не едем. И стоит нам наклонить вперед. Она поехала вперед. Назад. Назад. Вперед. Ух ты. Это очень крутая вещь. Я так. Поворачиваем влево. И немножко назад. Право. То есть, можно натренироваться без кнопок. А чисто вот этим пультом. Это очень круто. Этим пультом я вообще не ожидал такой функции. И получается, я просто так. Давайте выключим пока, чтобы не мешало. Получается, я просто, не понимая этой функции, зря заряжал машинку. И все мы сразу могли проверить. То есть, две у нас функции. Мы можем управлять просто. Так, давайте включим. Просто управляем машинкой вот этими кнопками. И второй режим. Это управление с помощью самого пульта. Управляя и для детей. Вот, я думаю, для моего ребенка вот эта вот функция будет очень крутая. То есть, как руку повернул, туда машинка и поехала. Очень круто. Так, выключим пока. Хоть сегодня у нас получилась и небольшая распаковка, но мне сегодня очень понравилась вот эта вот машинка. Я покупал ее не по скидке, покупал просто, потому что мне она нужна была. Ребенку понравился этот мультик, и я ее захотел. И реально, я не жалею вообще ни капли, потому что очень круто все сделано. И качество хорошее, и вот такие функции офигенные у нее есть. Понравились очень мне еще с JD из магазина ликопластырь, да, вот как на пальце. Отличные вещи. Медвежонок, конечно же, понравился. И понравилось качество браслета для Mi Band 2. Остальное такое, это баловство. Эти фонарики, это фигня все. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!